Джентльмены, сегодня с вами Вакот, и сегодня мы продолжаем играть с Вайвин Марс. Я установил парочку очень интересных и нужных нам обновлений, ну точнее не то чтобы обновлений, а скорее модов, модов, именно модов, которые помогают нам во всем. Самый главный мод, который я установил, это, конечно же, более интеллектуальные ИИ, то есть наших колонистов, чтобы они не были такими тупыми, как они есть на самом деле. Вот так вот. Для этого мне пришлось сделать много чего, а именно, во-первых, перетащить всех ИИ с этого купола сюда, теперь они все живут в одном месте, и теперь везде есть достаточно работников, все работают, ну как везде, в большинстве случаев, то есть в жральне, в сральне и в спальне, то есть везде есть, все что нужно, все есть. Вот, тут у нас работают, добывают металл, но у нас появилась проблема. Видите вот эти всех дронов? Они не работают. И они не работают не потому, что они просто маленькие уроды, а потому что у нас сломался СУ дронами. И я бы мог сказать, блин, ну ничего, сломался и сломался, сейчас починят. А он тут понял, что не починят, потому что требуется электроника. А, думаю, ну, от равных электроников фигня дело. У нас же есть завод электроники, а завод электроники производит электронику из редких металлов, которые мы никогда не добывали. У нас есть работники, но нету, собственно, самого главного ресурса, из которых... Так, нам это все не нужно, давайте мы их выкинем, потому что завод все равно сейчас работать не имеет возможности. Поэтому будем сейчас что-то думать. Поэтому, не отходя от кассы, мы сейчас построим с вами второй купол, где мы сразу же начнем добывать, собственно, нужные нам ресурсы. Я провел трубопровод почти полностью, потому что у нас есть покрытие достаточно большое. Ну, по мере, было раньше, сейчас оно уже, наверное, не настолько большое. Но оно... Да, видите, у нас тут есть все-таки слепая зона, точнее, зона без покрытия. И вместо вот этого здания у нас сейчас работает, по факту, только вот этот... Нет, нет, где он? Вот этот вот, уродец. Хотя он и так не очень работает, поэтому давайте мы сейчас всех нужных дронов присоединим к нему. Потому что, по факту, что-то не хочет, что нет места больше. Да, 8 дронов только может использовать. Увы, но это так. Так, у нас, по факту, самое нужное у нас здесь уже производится. Давайте смотрим... Нет, стой, 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 ты стой, останься здесь. Нет, 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 останься здесь. Пусть он там стоит, а мы сейчас посмотрим, как бы нам... Что вообще нужно для этого. У нас, в принципе, все, что нужно, у нас есть. То есть, кроме полимеров. Полимеры у нас, во-первых, мы можем, как вы мне уже сказали в нашей, скажем так, группе... Не в группе, а в комментариях, что мы можем полимеры добывать, в принципе, даже с обычной почвы. Можем, но мы, наверное, не будем, потому что у нас достаточно их и так. Их ведь достаточно, правда? Да, их достаточно. Давайте мы сейчас возьмем полимеры. Да, полимеры, иди возьми парочку штучек, потому что здесь у нас их не так много. И пусть наши джентльмены будут их строить. То есть, тут нам нужно, по факту... Ну, дофига. Ладно, на самом деле, дофига. 19 полимеров. Интересно, сколько сможет погрузить погрузчик. Где он вообще? Вот он. Долго едет. Давайте мы немножко ускорим. Там, блин. Вот сейчас наш погрузчик, по идее, должен будет загрузить... Сколько в нем? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Так это будет долго. Слушайте, у нас же они где-то производятся, правильно? Давай, 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 давай. Можем взять на себя, на всякий случай, хотя бы 20-ку. Пусть будет. Лишним не будет. Все, можешь ехать. И теперь вези все это сюда. Вот сюда вези. И сейчас мы достроим наш купол. Единственное, еще проблема появляется. Потому что я не помню... Точнее, не то, чтобы не помню. Я не уверен, что наши джентльмены смогут переселиться отсюда, вот сюда. Нам нужно хотя бы хоть парочку человек, которые будут здесь жить, для того, чтобы выкапывать нужные нам ресурсы. В любом случае, давайте продлим сюда. Вот так, наверное. Или... Даже не знаю, как красивее было бы. Вот так пусть будет. Сюда продлеваем. И нужно продлить еще, помимо всего прочего, электропитание. Ну, то есть, если электропитание... Там, конечно, есть с той стороны. Давайте-таки лучше объединим всю сеть, чтобы это было как-то более рационально. Так. Это вход, поэтому давайте... Ну, вот, думаю, этого будет достаточно. У нас тут немножко производится. Энергия у нас есть. Металл, в принципе, тоже есть. Но мы его пока что здесь добывать не будем, потому что у нас металл. Две шахты сразу. Кстати, мне говорили, что есть смысл вообще одну шахту выключить. И вместо нее поставить вторую на вторую смену. И знаете, в принципе, в этом есть логика. В этом чертовски есть логика. Мы ее закрываем и ставим вторую смену. Все. Вуаля. Пусть работают джентльмены. Интересно, сейчас... Да, видите, они сейчас сами все сделали. Энциклопедия, тра-та-та-та-та. Тут еще где-то мне говорили, что есть настройка. Но это уже не столь важный совет. Что ты мне предложишь? Нет, отстанет меня. Вот. Обычно шкала, которую я добавил. Она... Показывает нам производство, сколько всего уходит, сколько всего приходит. То есть производство еды 0, а расход еды 5. А почему так? Потому что, наверное, сейчас не рабочая смена, правильно? Да ладно, она сломалась. Завод электроники сломался. И чтобы починить завод электроники, нужна электроника. Эмм... У меня такое плохое предчувствие, что нам жопа. Вы спросите, Вакот, камон, что ты ноешь? Какая жопа? Все же будет окей. Тут не нужна электроника, тут не нужна электроника, тут не нужна электроника, тут нужен только металл. Это хорошо. Тут электроника не нужна, нужны детали. Но детали у нас испроизводятся здесь. Так что, в принципе, с этим все нормально. То есть единственное, что у нас может отключиться, это вот эти ЦУ дронами. Но у нас остаются в любом случае еще ракеты, которые тоже могут управлять дронами. Поэтому давайте мы сейчас парочку ракет. Вот, картошечка 10. Мы прицепим их к ракетам, чтобы хоть бестолку не сидели. Вот. И, в принципе, мы сможем отправлять эти ресурсы на планету, чтобы банально заработать деньги. Ведь у нас денег вообще не осталось. То есть реально мы не сможем. Я думал банально, скажем так, заказать немножко электроники, но, увы, нам даже на... Ну, надо, на пищу хватает, а вот на запчасти у нас нет денег. Так, это все. Это капец, короче. Это капец. Почему не хватает? 20 миллионов. А сколько оно стоит? 20 миллионов. Значит, они стоят дороже. Вот такие дела, ребят. Поэтому нам нужно сейчас хоть каким-то образом... Ой. А вот я так подумал. Подумал я, значит, подумал. Акс-фактор и этак металлов. Он хоть не требует... Нет, он требует только запчасти металла. Ну, отлично. Значит, можем его здесь поставить. Пусть он не стоит. Так, наш грузовичок приехал. Они уже начинают его строить. Все отлично. Давай мы... Ты можешь уже выгрузить, правильно? Давай сюда выгрузим. Выгружай. Пусть все дрончики спокойно работают. Так, тут у нас металлы и запчасти. Запчастей у нас здесь нет, да? Нет, есть чуть-чуть запчастей. Но все равно нужно больше. А тут у нас запчастей, кстати, тоже нифига нет. Почему нет? Потому что эти уроды не работают. Но сейчас уже, кстати, выделясь заработали. Так, тут у нас никто не работает, никто не работает, никого нет. Они все... У меня всех выселилось сюда. То есть, по факту, этот купол нам был не нужен. Я его зря построил только. Ну, по крайней мере, пока что. Потом мы, конечно, все это исправим. Все наладится. Но пока что это было лишним. Какую огромную башню построили. Смотрите, прям крутяк. Ну что ж, хорошо. Пока что все работает как часики. И дай бог, что оно продолжит работать как часики. У нас есть проблема, но она не критична. По крайней мере, мне так кажется. По крайней мере, мне так кажется. Что будем делать дальше, я не знаю. Сейчас, по ходу дела, придумаем. У нас там изучение какие-то есть? Есть. Микропроизводство инженерии. Новая постройка. Завод электроники. Но мы могли, но этого не имеет смысла. Умный дом. Новые постройки умные дома. Там нужна электроника. Обеспечивает комфортабельное проживание поселенцев, восстанавливая их душевное равновесие во время отдыха. Хорошая идея, но нет. А это что у нас? Микрогравитационная медицина. Обладает большой вместительностью. Проводит госпиталь по всем. По эффективности. Ну, короче, все нормально. Это нормально. Марс в прямом эфире. Социальный. На Земле будет появляться больше добровольцев. А, может финансирование в клач. Да, слушайте. Это что у нас? Базовый купол обладает повышенным уровнем бюджета. Давайте тогда деньги. Все-таки нам сейчас больше нужны деньги, потому что с деньгами у нас, конечно, запара. Мы просрали весь наш бюджет. Как лохи. Как настоящие лохи. Компактный пассажирский модуль. Пассажирские ракеты могут привезти на 10% больше поселенцев. Это хорошая тема, но пока рано. Открывает возможность выращивать новые растения на обычных гидропонных фермах, чтобы выбрасывать кислород и улучшать качество грунта. Хорошо. Но мы, кстати, хотели что-то другое. 0 лабораторного научного института. Марсианская сталь. Вот это, кстати, классная тема, потому что, насколько я помню, снижает количество для строительства. Это хорошая штука. Так, тут тоже нужно электропитание провести. Давайте мы проведем электричество, которое нам поможет сейчас решить эту небольшую запару. Кстати, почему-то они это не строят. Джентльмены уже все достает, правильно? Все достает. Давайте не по очереди. Сначала купол достроят. Бетона, кстати, дофига. Только они почему-то все равно не успевают все это делать. Ладно, в любом случае, что я жалею? Все отлично пока что. Ага, закончилось. Место рождения. Сектор скан. Хорошо, разбираем тогда. Нам больше не нужно. Мы сейчас на этом же месте построим второй, наверное, в другую сторону, правильно? Бетона, конечно, много, но столько нам бетона все равно не нужно. Давай взорвать. Давайте, господи, давайте быстрее. Реще, реще. Ну, я пока, наверное, поставлю паузу. Кстати, господа, я только что для себя осознал, что я был дурачком все это время, потому что, оказывается, грузовой ровер может просто собирать ресурсы. Блин, это было так логично, но я почему-то до этого не дошел раньше. Блин, глупец. У нас вообще работает, правильно? Да, смотри, собирают. Действительно собирают. Конечно, не так быстро, как я думал, но в любом случае он собирает ресурсы. То есть, по факту, мы можем кататься по всей планете и собирать нужные нам ресурсы. Это круто. Я считаю, что это круто. Например, металлом мы запасены точно. Там, что будет дальше, это уже другое дело. Но пока что все отлично. Наша почти достроена. Нам не хватает металла, конечно. Сильно не хватает металла. Его нужно намного больше. Но мы сделаем. Это не проблема. Да. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, господа. Вот оно. Достроено. Давайте какое-то радио включим. Может, более интересное. Красный рубеж, например. Нет, красный рубеж слишком. Это слишком модное, как по мне. Слишком яркое. Что-то более спокойное. Официальный канал. Канал Марса. Давайте. Так. Здесь нам сразу же, не отходя от кассы, нужно построить первое. Это здание. Так. Купол. Такой большой купол, кстати. Расход электропитания. Расход 1. Обслуживание 1. Кабльфальт. М-м-м-м-м. Нам, в принципе, хватит, думаю, и маленького. Потом, если что, перестроим. Поэтому давайте поставим вот так. Здесь у нас уже будет... Плюс строится, по факту, из говна и пуль. То есть, только из бетона. Бетон у нас еще здесь дофигище. Немного так, чтобы прям дофига, но... Кабльфальт был порвался. Задрали в меня с вашими кабелями. Потери за час. Электропитание у нас, правда, запарывается. А, ну потому что ночь. Он не вырабатывает. Смотрите, наши маленькие бусинки. Едут работать, мои хорошие. Дрон 44. Дрон 38. Дрон 39. Дрон 43. Дрон 42. Спасибо вам, маленький мэр. Я вас всех помню. Особенно тебя, Дрон 39. И тебя, Дрон 43. Так держать, Дрон 42. Работайте. Так, а здесь мы сделаем какую-то небольшую, чтобы они отдыхали. Ух ты, что это? Умный дом. Техновой умный дом. Интересно. Нам нужно какое-то развлечение, правильно? Что-то вы кушали и развлекались, правильно? Услуги. Отдых, выпивка. Общение. Еда, общение, пища. А что значит еда, общение, пища? В чем разница? Пункт охраны. Пища, покупки, роскошь, покупки, магазин электроники. Похоже на ящик. Покупки, видеоигры. Вы должны что-то кушать, правильно? Комплекс казино. Комплекс казино. Роскошь, видеоигры, азартные игры, общение. Давайте пока поставим жиральную здесь. Покупки, видеоигры, азартные игры. Робота, который заберет отсюда пищу. Слишком много еды, которая здесь не нужна. Давай, иди возьми пищу. Жрачку. В общем, можем выключить этот купол весь? Тут же все закрыто, правильно? Давайте вы переселитесь вот сюда, господа. Ты, пацаны, ты, барышни, пересаживайтесь сюда. Тут себе отдыхайте, тусите. Это мы выключаем. Садик мы выключаем. Это мы выключаем. Это у нас и так выключено. И, собственно, сам купол. Можно выключить? Полос 1. Все, купол выключен. У нас здесь ничего слишком важного нету. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Наука, наука. Он уже не работает, да? Угу, постройка неисправна. Мы тебя выключим, она еще работает. То есть она еще работала до этого момента. Сейчас только что чуть сильно не лоханулся. Давайте попробуем перетащить нужные нам ресурсы. Уберем этот склад здесь. И пусть наши маленькие уродцы перетащат все это барахлишко в какой-то другой склад. Такой угодно, на самом деле. У нас есть какой-то склад? Нет. Давайте мы его сделаем. Пусть будет склад для всего подряд. Он должен был где-то здесь быть. Я уверен, что здесь где-то был. Как он может здесь не быть? Прямо одной из самых важных вещей. Панамаскалин. Панамаскалин. Да-да-да. Спасибо за твою информацию. Так, это, конечно, очень жестко. Потому что штука у нас тоже сейчас скоро сломается. И все эти дроны... Хотя у нас еще есть ракета. На всякий случай. Поэтому ничего страшного. Это дело такое. Электропитание, кстати... Потому что темно. Потому что темно. Пока что. Оно есть, но не нужно. Так, может отсюда что-то разобрать и перевести. Хотя взрывственно зачем? Пока все работает и так. Че ты остановился, братан? Едь. И собирай. Хавчик заберет сейчас. Надеюсь, только хавчик. Да, хавчик. Отлично. Это хорошо. Значит, что у нас хавчик будет здесь. В принципе, в зоне досягаемости. Эта штука не строится, потому что пока что ничего нет. Он сейчас приедет, там все выгрузит. И у нас все будет работать великолепно. Отлично. Мы нашли аномалии. Давайте в Chrome изучить. Может быть, эти аномалии преднесут нам немножко денежек. Короче, ребят. Тут, короче, план на миллион. Смотрите, в чем у нас проблема. У нас небольшой казус произошел. Во-первых, кабель в сервере ломается. Но это не самый главный казус. У нас казус в том, что чтобы достроить вот эту штуку, нам не хватает буквально пол строительного материала. Строительных запчастей. Вот. Ну, я так подумал, блин, а где-то у нас есть. У нас же они производятся, правильно? Они у нас производились. До того момента, когда эта штука не сдохла из-за того, что у нее, опять-таки, не хватает электропитания. Я так думаю, блин, и что теперь делать? Как же мне дальше выйти из этой ситуации? Но все произошло, слава богу, нормально, потому что у меня вроде бы в наличии мозг, который дает возможность мне думать. Значит, мы просто разберем одну, один ветрогенератор, и по факту получим из него, сколько, 0,5 электроэлектропит. Someone choked, we found kryptonite. Опаньки, опаньки, опаньки. Штаб, запись 20-я. Кто-то пошутил, что мы нашли криптонит. Все это из-за зелено-желтого оттенка кристаллов берила. На фоне красного марсианского пыли они казались чем-то инопланетным. Конечно, сделать колонистов супергероями им не под силу, а вот выеспечить нас почти сверхъестественными запасами энергии запросто. В планы штаба входило внедрение долгосрочного источника атомной энергии, чтобы удовлетворить потребности растущей колонии. И берилий из этих минералов стал ценным подспорьем для решения этого вопроса. Мы сделаем из берилий оболочку для топливных стержней в ядерных реакторах и в полной мере используем его потрясающие физические и химические ядерные свойства. Эффект. Научный бум. Бонус к исследованию технологий из области физики. 10%. Отлично. Ну что ж, я не знаю, что это нам дало. Давайте посмотрим. Может какие-то фишки. Физика. Но мы физику особо-то и не изучали, честно говоря. Но это, кстати, хорошая штука. Если это будет ядерный реактор, и можно там изучить, то это, блин, это очень круто. Поэтому нужно пробовать. Так, вот мы приехали. Почему я приехал сразу же близенько? Потому что я боюсь, чтобы эти маленькие уродцы не растащили нужные мне ресурсы до того, как это будет нужно. Так, давай, мой хороший, сломайся. Так, подбирай. Нам нужно... Оп. Это тоже можем взять. Это, правда, бетон. Нам нафиг он не нужен. Но лишним он в любом случае тоже не будет. Поэтому так, давайте мы все это быстренько вытащим. Достроим нашу эту штукенцию. И по факту мы сможем с вами заселить... Да, елки-палки. Короче, все он знает, что делать. Вот. И сейчас мы правильно настроим смены. У нас тут есть смена вторая. Это как работники. И они после работы, скорее всего, захотят покушать. То есть у них будет... Тут у нас будет первая смена, а там будет вторая. Что они будут делать дальше, мне, честно говоря, не столь важно. А вот... То, что... Правда, будет мало людей. И с другой стороны, достаточно. Достаточно для того, чтобы выжить. То есть все, что нужно, здесь есть. Так. Аллилуйя. О, финансированная... Ура, у нас есть деньги. Ребятки, мы можем заказать ракету. Ну что, давайте прям загрузовую ракету. По факту мы решили свою проблему сами. Ну и еще параллельно нам, скажем так, игра сама решила проблему. Давайте возьмем электроники. Даже не знаю. 300 миллионов. Дороговато электроники. 10 электроники. Ну давайте все починим, чтобы все работало в полной мере. И запчасти. Возьмем хотя бы... Хотя не так уж и много это все стоит. Вот. Ну и в принципе, полимеры не нужны. Пища не нужна. Металлы не нужны. Бетон не нужен. Дрон тоже не нужны. ДУ-транспортеры. Вот, давайте возьмем еще одного ДУ-транспортера. Лишним он точно не будет, потому что это все-таки полезная штука. Они ездят, зарабатывают нам ресурсы. Поэтому, почему бы и нет. Можем взять... Что-то стрип, потому что сломалось. Ладно, не важно. Модульные постройки. Полимерный завод, кстати, могли бы заказать. А он дорогой, сволочь. Тогда нет, не будем это все заказывать. Давайте, пока нормально. Запускаем это все. И пусть летит. Главное, что мы получили то, что нам нужно. Вот. Наш этот... Редких металлов сейчас заработает. Как только мы назначим сюда парочку человек. Так, первая смена. Все отлично. Значит, нам нужно переселить сюда. В лучшем случае 4. И отсюда 2 человека. То есть 6 человек. 6 у нас должны быть, по факту, безработными. То есть, без определенной сферы работы. И парочку нужно... Живущие в этой постройке. Он ему что не нравится. Работать вне купола. Вот. Ему не нравится, что он работает вне купола. Теперь он будет работать у нас в еде. Давайте мы его сюда... Эй, твою мать. Сказал, ты будешь работать вне купола. Посещено госпиталь. Смотрите. А стройка сферы услуг заполнена. Тут нет места для людей. Крутяк. Такого еще не думал. Так. Нанять. Мы тебя наймем на вот эту работу, да? Кто-то должен переехать сначала. Как он перейдет? Он же не будет пешком прямо туда идти? Или будет? Мне же прям интересно. Не может работать? Он на пенсии? Да ладно. Вот старперище. Так. Иди. Я на тебя посмотрю. Я не верю. Ну. Это ты старый. Это ты прям... Ну прям светишься от радости. Но она не похожа на старуху. Ну кто... Зачем вы меня обманываете? Ты бы не хочешь... Ты не хочешь уехать отсюда? Так. Между прочим. Система водочистки. Кто у нас? В факту без профессии. Давайте мы тебя поселим куда-то. Вот, например. Вот сюда. Будешь у нас теперь жить здесь. Все тебе, конечно, понравится, да? Что они не очень спешат, честно говоря. О, смотрите. Это они на работу бегут. Никто не хочет переселиться? Поселить. Ты хочешь жить здесь? Нет. Подождите. Может я не ту кнопку нажимаю? Может я действительно что-то... Что-то делаю не так. Вот здесь. Непонятно. Непонятно. Ладно. Неужели нужно заказывать новых колонистов? Это будет странно немножко. С другой стороны. Нам это ничем не мешает. Потому что у нас достаточно много... А знаете что? Знаете что? А давайте мы таки закажем сюда новых колонистов. Они не хотят переселяться. Им далеко бежать, наверное. Поэтому они не хотят. Ну ладно. Вопросов нет. Сейчас закажем новых. Уроды. Ленивые. Хорошо. Берем пассажирская ракета. Пол. Одних мужиков возьмем. Понясите. Пусть у них там будет сосисочная вечеринка. Ладно. Нет. Разрешенная группа. Давайте мы сразу же откажемся от детей и откажемся от среднего возраста. Давайте откажемся от них. Доступно место колонии, место ракете. А что меняется вообще? Подходящих по чертам. То есть у нас не так много, собственно, вариантов. Юность нам больше все нужно и зрелость. Хорошо. Это мы сделали. Профессия. Давайте мы возьмем этот раз. Науку нам не надо. Нам нужны инженерия. Или это геология. Давайте мы посмотрим. Нет. Давайте, наверное, все-таки посмотрим, что здесь нужно. Тут нужны геологи. Тут нужны, в принципе, кто угодно. Без профессии. Это не имеет значения. Хорошо. Нам еще, наверное, какая-то сфера услуг здесь будет нужна. Из рубрики «Биологи». Нам нужны будут биологи, чтобы они просто не сдохли от голода здесь. Хотя мы можем сделать ферму хорошую. Такую прям настоящую ферму, чтобы они здесь работали. Хотя я почему-то уверен, что они не захотят здесь работать, потому что тра-та-та-та-та, все так плохо, мы вне купола. Поэтому нужно будет еще и врач. Я уже прям такой хитрый-хитроумный. Все продумываю наперед. Ну ладно, в принципе, это неплохая идея. Да, мы так и сделаем. Правда, электроника нужна. Ну, ладно, в принципе, сойдет. Хорошо. Тогда нам нужно, как минимум, сделать все-таки эту ферму. Хочу, чтобы она здесь у нас была. Тут, правда, нужна электроника. Электроника у нас нифига нет. Ну, будет. Придумаем что-нибудь, придумаем. Так, все это у нас работает пока что. Все работает. Правда, это здание нужно было бы переместить оттуда сюда, чтобы оно все производилось сразу же здесь. Даже... А ее можно, интересно, если я ее снесу? Я смогу ее потом построить заново? Нет, наверное, не смогу. Нет, я не смогу ее больше построить здесь, поэтому пока что будем возить его нашим грузовичком. И это будет немножко накладно, но лучше, чем ничего. У нас здесь есть все, что нужно, кроме электроники. Так что у нас электроника сейчас буквально скоро прилетит, и это уберет часть проблемы. Значит, нам все-таки нужны палочку биологов, грузовая ракета, то есть не грузовая, а пассажирская ракета, профессия. Нам нужны... Что нам нужны? Геологи. Нам нужны ботаники. Нам нужны медики. Нам нужны... Без профессии, наверное. По-любому без профессии будут их там больше всего, поэтому такое дело. Так, что нам еще нужно? Нам нужны достоинства. Давайте недостатки уберем. Ну, все не нужны нам недостатки. Замкнуть, меланхолия. Блин, это, честно говоря, это слишком сложно для понимания, поэтому даже не буду пытаться. Веганство. Веганы, пусть будут веганы. Какая мне разница? Те, как странствия, мне не нужны недостатки. Алкоголизм. Азартность. Обжорство. Сколько их тут с проблемами? Одни проблемы. Ладно, в принципе, пофиг. Место ракеты в 12, доступно место колонии в 18. Запускаем. Нам будет более чем достаточно этого всего. Ракета летит себе спокойно. Это уже готово летать. Но мы ее не отпустим, пока не прилетит вторая ракета, чтобы починить все нужные нам здания. Опаньки. Это уже сейчас сломается, потому что у нас не хватает деталей. Это плохо. Это явно плохо, но ничего страшного в этом нет. У нас здесь вторая. Давайте мы просто банально схитрим, выключим эту и включим эту. Падам! Не благодарите, господа. Не благодарите. Какой я прям гениальный, что построил две. На самом деле нет, потому что это было глупо. Строить две, если у нас есть смены. Как-то я тогда в тот момент это не подумал. Ну, в любом случае, сейчас у нас все отлично. Прямо более чем отлично. Мне кажется, мы вышли из того кризиса. Сейчас эти ракеты пролетят, деньги у нас есть теперь. И мы сможем отправлять, во-первых, деньги зарабатывать. Во-вторых, мы сможем, в принципе, производить все, что нам нужно. А именно электронику. И, собственно, это мы и так можем производить, просто сейчас она не работает. Раз она не работает? Почему вы здесь... Что вы здесь делаете? Выходите и работайте в других местах. Серьезно, пацаны. Она не работает. И что вы с этим делаете? Постройка не справилась. Я тут ничего не работает. Да идите, работайте, уроды. Они же хоть сюда не переехали. Нет, они слишком далеко бежать. Конечно, они никуда не переехали. Как я вообще мог о таком подумать, глупец? Отдых, физкультура, игры. Кстати, нужно будет и здесь поставить что-то такое. Что у нас вообще, где у нас есть возможность что-либо строить? Парки. Отдых, физкультура, игры. Это все одно и то же, да? Это все одно и то же. Мы можем, в принципе, выбрать любое, что нам больше всего нравится. Центральные штуки мы можем поставить. Слушайте, что мы можем поставить? Прямо же интересно. Давайте, все будет возле зданий, чтобы мы недалеко не ходили. Не хочу ставить это. Давайте поставим. А, вот оно что может. Можно поставить сюда эти. Класс! Маленький сад можем поставить. А интересно, сколько занимает мест вот эти центральные, такие большие здания? Мы их можем туда поставить или нет? Вот, например, вот это. Ага, оно занимает больше, чем я думал, поэтому пока строите. Вот, на него. Будем слушать, и мы можем сюда потом госпиталь поставить. Центральную, такой, он будет лечить всех, и все будет окей. Поэтому, наверное, так и сделаем. А сюда тогда, наверное, пока действительно поставим, пусть что такое более-менее красивенькое. Фонтан, например. Да, пусть будет фонтан. Хотя это не столь красиво. Давайте лучше возьмем какой-то маленький сад. Он маленький, слишком маленький, я уже проверял. Сад. Аллея. Аллея, аллея. Да, давайте пусть будет аллея здесь у нас. Такая красивая аллея. Здесь будут наши джентльмены ходить, смотреть разные животных, возможно, птички. Хотя я не уверен, что птички под куполом живут, но это уже такое дело. Это мелочи жизни. Мелочи жизни на Марсе, скажем так. Так, эти все летят. Ну и пусть летят. А мы на этом с вами, наверное, закончим. Это теплая ночь. Правда, у нас пока что все не так тепло, как кажется. Но я уверен, что она... Ой. Короче, ничего страшного. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Инфа сотка. Не отставить панику. Сейчас прилетят наши детали. И все у нас будет хорошо. Заживем так заживем. Ну что ж, на этом с вами был Вакот. Спасибо, что вы смотрели. Не забудьте поставить лайк. Написать в комментариях, что вы думаете о этой серии. Ну и, собственно, предложить какие-то свои идеи. И все. Всем удачи, ребята. И адьос. Субтитры сделал DimaTorzok